На очередном совещании с руководителями служб жилищно-коммунального хозяйства глава города Уваров отметил, что аварийная ситуация на сетях водоснабжения, которая случилась с конца января, вызвала нарекания по поводу отсутствия своевременного обеспечения водой населения первого микрорайона. Хотя допустимые сроки, в которые необходимо снабдить жителей водой, нарушены не были, тем не менее, отметил градоначальник, необходимо проработать детальную схему, чтобы в случае возникновения подобных ситуаций все структуры действовали согласованно. Разработка алгоритма, где четко будет прописан механизм действия от момента поступления информации, кому она поступает. Допустим, в единую диспетчерскую службу от ТСК, от единую диспетчерскую службу срочно поступает в отдел ЖКХ, с указанием времени ответственного лица, который разрабатывает схему соответствия подвоза воды, где указывается, какое количество, какое время будет находиться. Тут же информация поступает обратно в единую диспетчерскую службу, наша пресс-служба, которая доводит информацию до населения, указывая схему подвоза воды, когда машина подойдет, в какое время, где точка этой машины будет, сколько минут она будет стоять. В ходе совещания глава города также обратил внимание на взаимодействие служб по очистке снега в условиях обильных снегопадов. Он отметил хорошо выстроенную работу управляющих компаний по уборке дворов, учреждений, своих территорий, дорожников, транзитных и центральных дорог, городского хозяйства, общественных пространств. Однако есть ряд моментов, которые вызывают нарекания. Так, дорожной службе необходимо обратить внимание, что при расчистке трасс образуются снежные валы, которые перекрывают выезды с прилегающих улиц. Поручение касалось и качественной очистки межквартальных проездов. Ещё один рассмотренный вопрос – соблюдение температурного режима в инфекционном отделении больницы. Представитель медучреждения пояснил, что ремонт в помещениях производился в 2014 году, но спустя время возникла необходимость дополнительных работ на системе отопления. Они были запланированы, но помешала пандемия, так как отделения задействованы для проведения медицинских мероприятий. Сейчас комфортный температурный режим поддерживается путём дополнительного обогрева. Весной планируется утеплить окна и двери, исправить внутреннюю систему отопления. Ирина Мерзлякова, Александр Трегубов, наш город.